Парадный расчет На марше парадный расчет вооруженных сил Республики Армения под историческим знаменем 89-й Таманской краснознаменной орденов Красной Звезды Кутузова Стрелковой дивизии. Командует парадным расчетом полковник Ашота Кабяна. Парадный расчет Парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады лучшего соединения вооруженных сил Республики. Возглавляет парадный строй командир бригады подполковник Улан Нургази. На Красной площади подразделения вооруженных сил Кыргызской Республики под боевым знаменем 8-й Гвардейской Режицкой Краснознаменной орденов Ленина и Звурова в дострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Бек-Казы Туминбаев. Мимо трибун проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая. Расчет возглавляет генерал-майор Бао Цзэминь и старший полковник Хань Цзэ. По Красной площади проходит рота почетного караула Национальной армии Республики Молдова. Возглавляет парадный расчет капитан Виталий Жосов. Перед трибуной проходит подразделение вооруженных сил Монголии. Возглавляет парадный расчет командир специального батальона полковник Бад-Делгирин Хаш-Эрдене. Монголия с первого дня войны стала надежным союзником нашей страны. Под руководством командира гвардейского батальона подполковника Драгона Яковлевича на Красной площади парадный расчет военнослужащих гвардии войска Сербии. Сербский народ первым в Европе восстал против фашистской агрессии и всегда будет помнить павших воинов. По Красной площади проходят выпускники военного института Министерства обороны Республики Таджикистан. Возглавляет парадный строй подполковник Хафиз Зада Файзи Мухаммад. На Красной площади военнослужащие вооруженных сил Туркменистана. На автомобилях «Победа» представлены государственный флаг и боевое знамя 748-го стрелкового полка, которым боевал дед президента Туркменистана Верден Мухаммед Аннаев. Мимо трибун проходит парадный расчет вооруженных сил Республики Узбекистан. Командует расчетом первый заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа полковник Шакир Хаиров.